Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл бесед по книге и притче Соломоновых для библейского портала экзегет.ру. И мы читаем сегодня 28 главу. Я напоминаю, что читаем мы сразу два текста. Первый текст, основной, это текст в переводе Юнгерова. Делался он септуагинты, как и славянский перевод. И поэтому, когда мы читаем этот текст, мы можем быть уверены, что близкий по смыслу текст мы услышим в церкви, когда будем слышать славянский текст. В то же время мы сравниваем перевод Юнгерова с переводом синодальным, который делался не с греческого, а с еврейского текста масорецкого. И иногда бывают значимые отличия в тексте, которые создают некоторую полифоничность в нашем толковании. Итак, Соломон пишет. «Бегает нечестивый, когда никто не гонится, а праведник покоен, как лев». Вот на самом деле этот стих, он, конечно же, о мучениях совести. «Бегает нечестивый, когда за ним никто не гонится». Почему бежит нечестивый, когда за ним никто не гонится? Потому что его обличает его собственная совесть, и он всего боится. В то время как праведник спокоен. Спокоен, потому что он уверен в том, что он жил правильной жизнью. И никто не будет за ним гнаться, никто не будет искать его, никто не будет пытаться наказать его за беззаконие. Это, на самом деле, конечно же, очень показательно. Например, даже во многих произведениях литературы мы это встречаем, когда речь идет о том, что преступник мучен собственной совестью, и иногда он даже, скажем, выдает себя, как Раскольников, например, а иногда всех вокруг подозревает, беспокоится о том, как бы его не раскрыли. Хотя, может быть, даже нет никаких доказательств против него. Его собственная совесть ему об этом свидетельствует. Свидетельствует о его вине. Далее. «За грехи нечестивых возбуждаются суды, а благоразумный человек прекратит их». Вот этот стих второй, он отличается в синодальном переводе и в переводе Юнгерова. Значит, еще раз перевод Юнгерова. «За грехи нечестивых возбуждаются суды, а благоразумный человек прекратит их». Здесь же мы читаем следующее. «Когда страна отступит от закона, тогда много в ней начальников, а при разумном и знающем муже она долговечна». То есть мы видим, что здесь совершенно разные смыслы. В первом случае речь идет о судебных решениях и судебных тяжбах из-за нечестивых, в то время как благоразумный человек прекращает всякие тяжбы, потому что довольно быстро решаются вопросы, прав кто-то или не прав. А в данном случае в синодальном переводе мы видим, что речь идет вообще о том, что происходит, когда страна отступает от закона. Вот очень интересно, с нашей точки зрения сегодня мы так не рассуждаем, что целая страна может отступить от закона. для нас традиционно скорее представлять, что есть личная ответственность человека. То есть, скажем, если кто-то один отступает от закона, это плохо. Да, если он руководитель, то это плохо для всей страны, но это поступок его личный. В то время как для того времени, и особенно, конечно, иудейского мировосприятия, характерно, что добро и зло, грехи и добродетели носят общенародный характер. И поэтому Соломон прямо так и может сказать, что страна отступает от закона. Пожалуй, что на самом деле в этом, конечно, есть глубокий смысл, потому что когда мера беззаконий разных людей увеличивается, то и в целом жизнь народа ухудшается. Как бы мы ни говорили, что в наше время есть акцент на личной ответственности, все равно, когда общество в целом развращено, конечно же, атмосфера в нем нездоровая. Так вот, здесь получается так, когда страна отступит от закона, тогда в ней много начальников. Много начальников, то есть она постепенно разрушается, как некоторое единство, потому что возникает много разных людей, каждый пытается действовать в своих интересах, пытается влиять на общественное мнение ради достижения своих целей. И, конечно же, добра к такой стране от этого не будет, этого разделения не будет. Далее Соломон пишет, «Окрепший в нечестии вредит бедным, как дождь порывистый и губительный». Ну, само по себе, это самая по себе фраза, это, конечно же, очевидно и довольно проста для понимания. «Окрепший в нечестии вредит бедным». То есть человек, который окреп в грехах, закостенел в них, он вредит нуждающимся, вредит обычным людям, как дождь порывистый и губительный. Здесь образ понятный, порывистый и губительный дождь может повредить посевы. Но в синодальном переводе эта фраза тоже отличается. «Человек бедный и притесняющий слабых тот же, что проливной дождь, смывающий хлеб». Здесь не просто человек нечестивый, а человек бедный, притесняющий слабых. То есть здесь даже дело не столько в нечестии, сколько в том, что человек бедный, он, когда начинает притеснять слабых, если он обретает силу, он не может быть великодушным. Он не может быть великодушным по отношению к другим людям, тоже к бедным. Он очень часто начинает набирать себе как можно больше власти, потому что раньше не обладал ею вообще, и не может справиться с этой властью. Вот интересно, что иногда возникают такие истории о людях, которые выиграли огромные деньги, например, в какую-нибудь лотерею. Но очень редко можно услышать, чтобы они сумели распорядиться этими деньгами с пользой. Хотя, конечно, никакого специального исследования я не проводил, но как-то вот так встречалось, по крайней мере, в моем опыте гораздо больше историй о том, что человек, который внутренне не преодолел в себе некоторого комплекса бедности, комплекса бедного человека, он не может адекватно распорядиться деньгами большими или большой властью, например, человек безвластный. Для него это довольно сложно, это опасный путь. Далее. «Так оставившие закон хвалят нечестие, а любящий закон ограждают себя стеною». «Злые люди не уразумевают правосудие, а ищущие Господа уразумевают все». Очень интересная фраза «злые люди не уразумевают правосудие». Речь, конечно же, о том, что человек, который зол внутренний, вот в нем есть некоторая такая агрессия по отношению к другим людям, нет внутренней доброты, нет внутренней какой-то такой щедрости, он не может быть правосудным. Все его суды все равно будут даже не только агрессивными, сколько вот, когда некоторый внутренний ориентир искажен, что ли, тогда человек не может судить других, и не может быть судьей, не может рассуждать право. Но дальше интересно. «А ищущие Господа уразумевают все». То есть человек, который… Что значит «ищущий Господа»? Это человек, который выстраивает внутреннюю какую-то такую нравственную систему координат, он выстраивает по Богу, он ищет не просто Господа, и не только Господа, но и Господнего, Господнего взгляда, Господнего мировоззрения, он ищет того, как бы посмотреть на мир Божьими глазами. И вот такой человек, по слову Соломона, уразумевает все. И далее. «Бедный, поступающий поистине, лучше богатого лжеца. Сын разумный хранит закон, а кто живет распутно, тот бесчестит отца своего». «Умножающий богатство свое ростом и прибытками собирает его для благотворителя бедным. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, тот делает мерзкую молитву, молитву свою». Интересно, что «бедный, поступающий поистине, лучше богатого лжеца». Здесь задается некоторый контекст для дальнейших рассуждений, которые еще в следующих стихах будут повторяться. Что внешность и внутренность, они далеко не всегда совпадают. И хорошие внешние условия, это совсем не значит, что они будут условиями для правильного внутреннего устроения. И наоборот. Человек, который может жить в сложных условиях, он при этом может поступать поистине. То есть тоже, хотя Соломон здесь и говорит о богатстве и бедности и о том, что далеко не всегда бедство хорошо, а богатство плохо, с другой стороны, совершенно очевидно, что и бедный в своей бедности может не ожесточиться. Его внутренние ориентиры могут не искажаться настолько, чтобы он перестал быть человеком трезвомыслящим. Знаете, как у Джека Лондона есть один рассказ, когда человек, который много дней голодал, он потом не мог адекватно воспринимать еду. Вот человек, который много лет живет в бедности, он может, его мировосприятие, восприятие даров божьих, восприятие благ в мире, оно может исказиться, он может все время жадно их искать, но может и не исказиться, говорит Соломон. И бедный может поступать поистине, и тогда он гораздо лучше окажется, чем богат и лжец. То же самое вот в восьмом стихе. Умножающий богатство свое ростом и прибытками, что значит ростом, когда он дает деньги в рост, и нечестными заработками собирает его для благотворителя бедным. То есть в итоге он потеряет свое богатство, потому что нечестно собирающий никогда до конца счастливым не останется с точки зрения Соломона. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, тот делает мерзкой молитву свою. Очень интересная фраза, причем вот логика ее внутренняя, она повторяется очень много где потом в христианском предании. Человек, который искажает закон, не может нормально молиться. Его молитва нечистая, и сердце его перед богом закрыто, и бог не слышит его молитву. Вот здесь также делает мерзкой молитву свою. Очень интересно, что в разных памятниках древнехристианской литературы, в Дедахии, например, или у апостола Варнавы, скажем, в его послании, содержится тоже вот эта же мысль. Человек, который не очистил своего сердца, да и в Евангелии, собственно, есть такие мысли, он не может нормально молиться Богу. Поэтому, например, в молитвах литургии, скажем, в молитве, которая предшествует Херувимской, и молитвы никто же достоин, там есть просьба священника о том, что Бог очистил его сердце от совести лукавой. Почему? Потому что только очистившись от совести лукавой, ты дальше можешь обращаться к Богу. Далее. «Кто совращает правдивых на путь зла, тот сам погибает. Беззаконники лишатся благ и не вступят в обладание ими. Человек богатый, мудрец в глазах своих, но умный бедняк посрамит его». Очевидная вещь, да, конечно же, что человек, который обладает богатством, он может своего рода попасть в самообольщение. Он может думать, что он очень умный, если у него скопилось большое количество богатства. И вот для Соломона это совершенно не очевидно. Он говорит, что умный бедняк может посрамить вот такого обольщенного самим собой и своими способностями богача. Далее. «Помощью праведных создается великая слава, а на местах нечестивых гибнут люди». Вот 12 стих, он несколько отличается здесь, потому что у Юнгерова он несколько замутнен, так и замутнено его значение. 12 стих в синодальном переводе несколько отличается. Значит, он говорится следующее. «Когда торжествуют праведники, великая слава, но когда возвышаются нечестивые, люди укрываются». Еще раз, да, у Юнгерова так. «Помощью праведных созидается великая слава». То есть кому созидается? Самим этим праведным. «Потому что они помогают бедным, и это созидает великую славу». А на местах нечестивых, то есть при нечестивых, когда нечестивые действуют, гибнут другие люди. Далее 13 стих. «Скрывающий свое нечестие не будет иметь успеха, а поведающий об обличениях будет возлюблен». Тоже есть разница между этими стихами. Звучит это так. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто создается и оставляет их, тот будет помилован». В греческом тексте, и, соответственно, у Юнгерова, «поведающий об обличениях», то есть нормально относящийся к обличению, говорящий о своих ошибках и выслушивающий поучения, выслушивающий мнения окружающих. Получается так, что человек, который скрывает свои ошибки, недочеты или даже нечестие, он не будет иметь успеха. Почему? Потому что он не будет иметь рядом доброго слова, критичного, того человека, который может направить его к истине. Если ты все свои ошибки скрываешь и выставляешь на показ только свои добрые дела, выходит следующее в итоге. человек, который так поступает, у него не будет того, кто может исправить его эти ошибки, и в итоге они приведут его к погибели. Напротив, человек, который, не стесняясь, говорит о своих ошибках, он может быть исправлен окружающими. «Блажен человек, который из осторожности боится всего, а жестокосердный попадает в беду». Фраза, которую можно понять неправильно, потому что что значит «который из осторожности боится всего». Мы знаем со школьной скамьи историю про премудрого пискаря, который так не смог выбраться из своего укрытия и в итоге так и прожил свою жизнь, как сегодня сказали бы, без всяких плодов, без всякой пользы. И, наверное, конечно же, Соломон имеет в виду нечто другое. Действительно, 14 стих в синодальном переводе звучит иначе. «Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадает в беду». Так вот, оказывается, из осторожности боится всего, из осторожности боится всего. Кстати, интересно, что в славянском языке. «Иже боится всех за благоговение». То есть это не просто боязнь. Вот здесь тоже стоит слово «всего», как и здесь, да? Но боится всего из благоговения. То есть это не просто страх, это страх Божий. Страх Божий совсем не просто страх жизненных обстоятельств. Это страх поступить не по Божьему. Страх пойти против Бога в своих действиях, в своих решениях. И, конечно же, это означает, что человек не должен просто всего бояться. Бояться выйти на улицу, бояться выразить свое мнение, бояться совершить самостоятельный поступок. Нет, конечно же. Речь идет о том, что человек должен бояться Бога. Должен бояться, ну, бояться не в смысле ужаса или страха такого, знаете, животного, а имеется в виду, конечно же, страх Божий, как боязнь пойти против Творца. И таким образом пойти против самого себя, конечно же. Далее. Лев алчущий и волк жаждущий – это тот, кто, будучи беден, тиранит убогий народ. Царь, нуждающийся в доходах, великий обидчик, а ненавидящий неправду долгое время поживет. Но речь идет о том, что царь или руководитель какой-то, он может быть ненасытным. И в этой своей ненасытности он может тиранить другой народ, свой народ, тиранить народ, которым возглавляет. Вот так и здесь дальше, как бы, 15 стих поясняется 16. Царь, который нуждается в доходах, то есть нуждается постоянно в деньгах, великий обидчик, а ненавидящий неправду долгое время проживет. Почему здесь так, такое противопоставление, казалось бы. Царь, нуждающийся в доходах, противопоставляется ненавидящему неправду. Ну, потому что речь идет, конечно же, о нечестных доходах. То есть тот, кто собирает лихву, скажем таким старым словом, тот, кто постоянно стремится к приобретению все большего и большего богатства неправедным путем, тот тиранит всех остальных. Далее. «Выручающий человека, виновного в убийстве, будет беглецом, а не в безопасности. Уча сына соблюдать, учи сына, и возлюбит тебя, доставит украшение твоей душе и не послушает законопреступного народа». Первая часть стиха 17, она, конечно, о том, что человек, который поступает нечестиво, он никогда не будет в безопасности. «Выручающий человека, виновного в убийстве, тот будет беглецом». Несколько отличается синодальный перевод. Здесь говорится следующее. «Человек, виновный в пролитии крови, будет бегать до могилы, чтобы кто не схватил его». То есть здесь получается в данном случае, что синодальный перевод менее понятен, чем перевод Юнгерова, потому что речь здесь идет о выручающем человека, виновного в убийстве. Но это, скажем так, адвокат, который оправдывает явного преступника, который оправдывает человека, о котором сам знает, что он неправ и виновен, и заслуживает наказания. И далее. «Ходящий праведно получит помощь, а ходящий кривыми путями, увязнет. Кто обрабатывает свою землю, тот будет насыщаться хлебом, а кто гоняется за праздностью, тот насытится нищетою. Человек, достойный доверия, будет многоблагословляем, а злой не останется безнаказанным». Вот интересно, да, что для Соломона очевидно, что жизнь человека, она та или иная, добрая или злая, приводит его к явным последствиям. «Кто ходит праведно, тот получает помощь. Кто ходит кривыми путями, то есть нарушает заповеди, тот увязает. Кто обрабатывает землю свою, то есть трудит с честным трудом, тот будет есть свой хлеб. Но кто гоняется за праздностью, то есть ищет, как бы где чего не сделать, тот будет есть нищету, насытится нищетой», как говорит он. То есть праздность всегда воспринималась как грех на самом деле, но только надо при этом праздность отличать от отдыха. Человек имеет право на отдых, имеет право на то, чтобы восстановиться, но он не имеет права на праздность, как на просто ничего, не делание и праздное времяпрепровождение, праздное трата собственных сил, которые тебе дал Бог. Далее. «Человек, достойный доверия, будет много благословляем, а злой не останется безнаказанным». Вот человек, который является честным тружеником, человек, который честно зарабатывает собственный хлеб, он будет много благословляться. Это человек, который достойный доверия. А злой для Соломона – это тот, кто согрешает, и, конечно же, он не останется безнаказанным. «Кто не стыдится лица праведных, тот недобр. Такой за кусок хлеба продаст человека». Очень странная фраза и очень сложно понимаемая вот здесь, в этом переводе, в переводе Юнгерова. Но эта фраза становится понятна, когда мы обращаемся к синодальному переводу. «Быть лицеприятным нехорошо. Такой человек за кусок хлеба сделает неправду». Значит, стыдиться лица праведных – это быть лицеприятным. Вот кто стыдится лица праведных, тот лицеприятен. То есть есть праведные люди, которые действуют честно, а есть неправедные люди, и они действуют нечестно, и поэтому стыдятся праведных. И о таком человеке необходимо понимать, что раз он недобр, то за кусок хлеба он продаст своего ближнего. И 22 стих здесь дальше. «Спешит разбогатеть человек завистливый, а не знает, что милостивый будет иметь власть над ним». Ну, об этом мы уже сказали несколько раньше, да, что когда человек ненасытно собирает богатства, он собирает их для бедных, просто он обеднеет в итоге. 23 стих. «Обличающий пути человека найдет больше благодарности, чем тот, кто льстит языком. Кто удаляет от себя отца или мать и думает, что не грешит, тот сообщник нечестивому человеку. Неверный человек невнимательно судит, а надеющийся на Господа поступает тщательно». Вот очень интересные слова. «Неверный человек невнимательно судит, то есть человек, который неверен заповедям, он не стремится, собственно, к тому, чтобы заповедь соблюсти, и поэтому он невнимательно судит, потому что ему все это кажется какой-то мелочью, чем-то неважным и неинтересным, незначимым. Но тот, кто надеется на Господа, он поступает тщательно». То есть здесь мы видим тщательность, как некоторая добродетель такая, выступает параллельно с надеждой на Господа. То есть если ты знаешь Бога и знаешь о том, что Он стремится к чистоте человека, Он призывает человека к чистоте, то, конечно же, ты поймешь, что Бог правосуден, и поэтому Он внимательно судит. И поэтому, если ты надеешься на Господа, то поступай тщательно, потому что Господь тщателен в правосудии своем, и на Него можно надеяться. И далее. «Кто повинуется надменному сердцу, тот безумен, а кто ходит с мудростью, тот спасется. Дающий нищим не обеднеет, а кто отвращает око свое от них, тот будет в великой скудости». Понятно, что логика здесь та же самая, о которой уже мы говорили. То есть человек, который хочет благо для себя, в своей жизни хочет благо, он явно должен стремиться к тому, чтобы сохранять связь с законом Божиим, сохранять связь с Богом. Поэтому он не будет повиноваться надменному сердцу, своему надменному сердцу, да? Он будет ходить за мудростью, будет стремиться к мудрости. Потому что тот, кто повинуется надменному сердцу своему, тот безумен. Вот на самом деле, конечно же, наверное, многие знают о том, что одна из целей аскетической жизни, одна из целей является, одной из целью аскетической жизни, простите, является сведение ума в сердце. Что значит сведение ума в сердце? То есть знание заповеди, знание добра и зла, сведение его в сердце и соединение намерений ума, да, знания ума, мудрости ума, соединение с сердечными помышлениями, когда все становится на свои места, когда возникает некоторая внутренняя гармония, когда ум или дух, в святоотеческом богословии это одно и то же, когда дух снисходит вот в эти самые сердечные помышления, намерения и стремления, и все они выстраиваются под его водительством, все они выстраиваются в некоторую правильную иерархию, всеми ими ум обладает, а не подчиняется им. Поэтому тот, кто ходит с мудростью, спасется, дающий нищим не обеднеет, а кто отвращает око свое от них, тот будет великой скудости. Ну, здесь все довольно очевидно. И вот дальше 28 стих интересный. «На местах нечестивых стонут праведные, а когда они гибнут, праведные умножаются». 28 стих звучит несколько иначе в синодальном переводе. «Когда возвышаются нечестивые, люди укрываются». То есть благочестивые люди, конечно же. «А когда они падают, умножаются праведники». Ну, иными словами, И, конечно же, это не только для Соломона актуально, или для его сына, но для каждого из нас. Тогда, когда возвышается человек праведный, и остальным праведным живется легко. Когда возвышается и приобретает власть, или влияние человек грешный, тогда и праведникам живется трудно. Будем стремиться к тому, чтобы праведным людям жилось рядом с нами легко, чтобы мы своим присутствием поддерживали их праведность. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова